Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы мое отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Самвеле Адемяне, тем более теперь он всем нам, обзорщикам, так сказать, разрешил с его царского позволения, можно о нем говорить, можно высказывать свое мнение и его обсуждать. Такое ощущение, что мы все вот так только сидели и ждали, когда же нам позволят это сделать. И вообще, знаете, вот такое типа одолжение, да, я вам разрешаю, ну кто в нем на самом деле нуждается. Вы знаете, это просто вот сотрясание воздуха, чтобы показать, какой типа я благодетель, какой я человек, типа, ну это же девочки снимают, ну так и быть, зарабатывайте себе на шоколадку. Но по большому счету все прекрасно понимают, что он с этим на самом деле ничего сделать не может. Почему? Потому что, например, такого формата обзорные каналы, как мои, абсолютно не затрагивают и не используют его личный контент. То есть, если бы я вставляла какие-то нарезки, да, какие-то там фото, видео, тогда бы он мне мог предъявить нарушение правил сообщества, да, либо его личный контент, использование, да, его личного контента, авторское право. Так прилепить абсолютно нечего. Ну и поэтому, конечно, начинается вот это сотрясание воздуха, что я благодетель вам разрешил. Потому что вы прекрасно понимаете, что любой блогер, на которого снимаются обзоры, а это, как правило, все фрик-шоу, да, фрик-блогеры, потому что, ну, хороших блогеров, да, ребята, то есть, с обычной жизнью обозревать абсолютно неинтересно. Вот почему я говорю, мне неинтересен Эдик. Я не считаю его хорошим, но обозревать там нечего. Обычные серые будни, да, какая-то вот повседневная рутина. Мне неинтересно переливать, да, там, кто во что оделся, кто что купил, какой ремонт сделали, какую мебель взяли. Но меня это не касается. То есть, это сугубо люди личные, это их пространство, вкусовые пристрастия, предпочтения, то есть, на вкус и цвет товарища нет. Поэтому мне это затрагивать абсолютно не нужно, ну, неинтересно. А такой, как Севка, да, там и другие фрик-блогеры, это, конечно, непаханное поле. И поэтому, естественно, если бы блогеры могли по факту что-то сделать с обзорными каналами, они бы давным-давно уже сделали. Мне прилетали страйки, которые я благополучно отбивала. Поэтому, когда вот эта Севка делает, типа, да, такой вот благодетельный жест, типа, ну, дерзайте, девчонки, становится в очередной раз смешно. Кстати, это точно так же, как он, там, я не знаю, сотрясал воздух и кричал, что закроет канал той же женщины с претензией, а по факту сделать ничего не смог. Даже страйк ей влепить абсолютно не о чем. Не задействован его никакой личный контент. Поэтому, вот, да, только поговорить. И по факту даже вот в этом стриме, да, он опять затронул тему ее мужа. Ребята, я уже как-то ранее говорила, это ужасно, это мерзко. Потому что умею, во-первых, держать удар. Ну, хотя бы потому, что ты мужик, да, по половому признаку. Второе, умею дать ответку, да, словесно. Не маты, не вот это, да, излияние, не знаю, дерьмище, которое с него вечно льется. А по факту дать ответку. А ребята ковыряться уже в таком личном, да, вытаскивать ее какую-то личную информацию при мужа. Пусть она 150 раз, да, по той стороне поребрика, то есть, скажем так, да, на другой линии огня. Пусть она 150 раз поддерживает своего президента. Мы там поддерживаем своего, это одно. Но это уже действительно грязь. Ковыряться в человека личном, собирать информацию, вот этот компромат, где ее муж, наказать ее через мужа, это действительно недостойно мужчиной. Но не такими способами нужно, как бы, да, тягаться, если ты можешь это сделать. Ну и далее посмотрела, да, вот эти моменты, когда Севка уже в агрессии и кричит, вот, вы меня сейчас доведете, доведем, и что, кто прибежит? Либо вылезет трусливый суслик, либо милый хомячок, который будет, типа, кричать, я в гневе. Но кто в это может поверить? Я вообще, ребята, наблюдая всю вот эту картину, понимаю одно, что вот на самом деле, да, всегда была вот такая вот какая-то иллюзия, да, что люди культуры, деятели культуры, артисты, там, оперные певцы, ну, в общем, такая вот своего рода богема, это такие люди возвышенные, культурные. Вот интересно было, да, посмотреть их быт, да, какие вот они в реальной жизни. Но понимаешь, что лучше бы этого не видел и лучше это не смотреть, потому что льется столько грязи, льется столько, да, говна, льется то, что действительно должно было оставаться за кадром, да, вот нельзя было приподнимать вот эту занавесу, и тут надо было четко определять, либо ты блогер, да, и тогда плевать, то есть на твою репутацию, либо все-таки ты оперный певец, и тогда нужно понимать, что можно, что нельзя, хотя бы для того, чтобы не позорить свою братью и не позорить заведения, да, культуры, которым ты работаешь, потому что, глядя на это все, и думаешь, да, вот насколько они извращенные, насколько грязные, мерзкие, и ведь, согласитесь, по одному человеку может сложиться мнение абсолютно обо всех. Это то, что вот, в моем понимании, должен был как-то театр отреагировать, да, вот объяснять, что так нельзя, ты порочишь наше там имя, да, ты порочишь других артистов. Но театр помалкивает. Я думаю, театру это выгодно, удобно, потому что понятно, сколько куколок приходит на концерт Севы, надо посмотреть именно на него. И поэтому, да, вот, ребята, то, что он льется, я понимаю, и когда он пытается прикрываться тем, что я оперный певец, я деятель культуры, у меня образование, у меня эстетический вкус, это все не перекрывает вот эти извращения, которые внутри него, это все не перекрывает вот эту грязь, которую он даже не может внутри себя просто сдержать. Далее я сидела просто в каком-то, я не знаю, ну, в шоке, я не знаю, меня просто сковало, когда он начал обсуждать внешность армян. Ребята, как только он по ней не проходился, это было настолько омерзительно, когда он их начал кривлять, рассказывать, какого размера у них, ну, я буду называть вещи своими именами, у меня на контенте 18 плюс стоит, когда он начал обсуждать размеры их членов. Я вот просто сидела и думаю, это вот какой действительно больной человек, насколько он на этом помешан, насколько ему важно доказать, да, вот такое ощущение, что все мысли именно о половом, да, вот, половых, скажем так, гениталиях, что он постоянно поднимает эту тему и рассуждает о чьих-то размерах. Когда он кричит, какие они страшные, какие типа ужасные бабы возле них, хочется сказать, ну, вот ты эстет, ты культурный человек с таким вот хорошим безупречным вкусом, который якобы любит окружать себя всем прекрасным, всем красивым, да, что вот смотришь и наслаждаешься, ведь именно так он пытается себя преподнести. Так вот, перед тем, как трогать армянскую вот эту семью, да, большую, многочисленную, так как не смотрю канал, ребят, не знаю по именам, не знаю кто там, как выглядит, но вопрос не в этом, покажи прекрасных людей, красивых, эстетически таких, да, чтобы приятно было глазу со своего окружения. Вот ты засрал их за их животы, за их размер гениталий. Я, во-первых, уверена, что вы не очень-то и отличаетесь плюс-минус, это раз. А во-вторых, покажи вокруг себя вот стройных, красивых людей, даже просто красивых людей, если ты уж позволяешь себе затрагивать внешность женщин. Вот вздумайтесь, какой мужчина будет вот так говорить о женщине. Только какой-то, да, вот сам по себе убогий, убогий, несчастный, которого, видимо, женщины по жизни, да, вот так шпуняли, просто там с ноги, да, типа прогоняли, вот женщины нравились. И, скорее всего, после этого вот оно и стало таким, как оно стало ненавидящим просто женщин. Потому что именно женщины отсевки получают чаще всего. Это вот эта обида, боль и невостребованность. И опять-таки, когда ты говоришь за этих женщин, вот где прекрасные, красивые люди в твоём окружении, хотелось бы вот на них, хотя бы на кого-то одного глянуть и сказать, да, блин, реально, это человек искусства, и он окружает себя прекрасным. Его окружение, ребята, это такая же грязь, это такая же пошлость, какой-то тупизм, примитив. Я ничего абсолютно в его окружении не вижу интересного. Когда он рассказывает о том, что армяне только яйца чухают, да, и думают о жрачке, а чем вы отличаетесь от армян в таком случае? Хотя армяне, да, это очень гостеприимный, дружелюбный народ, с такой вот яркий, такой колоритный сам по себе, интересный. Вот смотришь, да, вот эти застолья какие-то. Ну вот для меня, например, это прикольно. Не знаю, кому как, я человек общительный, мне это интересно, по крайней мере. Здесь же, ребята, потоки грязи. Опять-таки, прилетела той же Гульнас. Ну понятно, что Эдик это недомерок недороста, который всегда ужасно выглядит, типа, да, там колхоз колхозом. Представьте Эдика в костюме, вот Гульнас еще ладно вечернем платье представить можно. А к чему этот официоз? Ну вот по большому счету, да, от вот этих стереотипов, вот этого официоза, да, там брючный костюм, смокинг. Люди, в принципе, уже отходят. И хочется сказать одно, что можно быть красивым. Вот реально, да, красивая женщина. Она может быть красивой в чем угодно. Ты ее одень в самую обычную футболку, ты ее одень в самую обычную, не знаю, домашнюю майку, какой-то сарафан, белую рубашку, и она все равно будет красивой. Из песни слов не выкинешь. И опять-таки, да, вот этот, ребята, момент, что вот в его стереотипе именно так должен выглядеть Эдик. То есть только из-за того, что, например, так ходит Сева. Сева, так давай представим Коки или Артема, твоих дружбанов во фраке или в костюме, в смокинге, да. То есть давай вот представим эту картину Репина приплыли. Давай представим женщин, которые тебя окружают в вечернем платье. Вот очень хотелось бы на это посмотреть. И вы знаете, я понимаю одно, что он действительно всеми фибрами души ненавидит этого Эдика. Он готов его растоптать. Человек, который все время не забывает напомнить, сколько он для него сделал. Вот эти постоянно напоминания, что Эдик нищий. Ребята, да вы меня простите, можно быть последним голодранцем, но быть счастливым. Ну вот реально, да, можно иметь все, иметь даже бабло, иметь там недвижку, машину, и быть убогим, несчастным, одиноким. Абсолютно никому не нужным. То есть, да, тебя вот так как бы используют втихую, а кто-то в открытую использует. И на этом все. И все равно ты возвращаешься каждый день в пустую квартиру, где ты нафиг никому не нужен. А можно не иметь столько, но иметь, блин, такую классную жену. Ну, на примере, да, я не трогаю конкретно сейчас там Гульнас, Эдика. Я просто привожу пример. Можно иметь классную жену, можно иметь любимых и любящих детей, что ты вот приходишь домой, и тебе хочется домой, потому что ты знаешь, что у тебя там тихое семейное счастье, там твое тихое семейное гнездышко, где тебя жена сидит и ждет с ужином, да. Я не знаю, вы сидите за столом элементарно, да, чем-то вечером болтаете друг с другом, и вам кайфово, и вам приятно друг от друга. И вот это вот, наверное, самое прикольное и крутое, что может быть в жизни. Но что можно за деньги купить? Да, на самом деле деньги дают очень много, они дают просто возможности, но они не дают счастья, они не дают здоровья, они не дают любви, они не дают самого ценного и важного, да, что есть в жизни человека. Поэтому, когда вот он рассуждает, что Эдик бедный, а что тебе дают твои деньги? Ну, то есть богатым его по факту назвать нельзя. Ну, вот, да, средний класс. Что тебе дают твои деньги? Чем они тебе помогают? Кого они делают счастливым? Это ты, да, это иллюзия счастья, что вот ты купил, ты подарил, и ты счастлив. Но это очень краткосрочно. А по факту этого счастья нет, и неведомо, что это такое. Ну, и дальше понеслось, конечно, по поводу того, что Эдику не нужно отплясывать там на свадьбе, нужно заниматься гульнас, купил убогий дом, бабок нет, да, гульнас больная. Ребята, ну, во-первых, я считаю, что действительно нужно гульнас заниматься. Я просто не видела эти ролики, но если такая проблема возникла, нужно в первую очередь действительно не на свадьбе прыгать, а искать специалистов и спасать, вытягивать собственную жену. Это раз. По поводу денег скажу следующее. Здесь я, например, Эдика абсолютно не понимаю, как и во многих других моментах. То есть человек, который утверждает, что сейчас доходов с Ютуба нет, деньги он не выводит. То есть я так понимаю, что они проедают, так сказать, старые запасы. Ну, хорошо, вы их проедаете, но ничем новым вы их не пополняете. И вот здесь вот это меня раздражает, да, вот такая категория людей, которые я буду до победного, до последнего сидеть на опе ровно, в надежде на то, что как-то это все распетляется без моего участия. То есть, знаете, это вот хочу стать миллионером, но только хочу, но при этом задницу со стула я не подниму. И люди не понимают, что под лежачий камень вода не течет. Для того, чтобы что-то было, нужно как минимум что-то попытаться сделать. И тогда, возможно, да, у тебя что-то получится. Но здесь, да, когда ты сидишь и уповаешь, когда же вернется монетизация, она может и не вернуться. Она может вернуться через полгода, через год, через два. То есть, ребята, ну, будем объективны, никто не знает достоверно, когда это произойдет. И когда мужик вот дальше сидит на заднице ровно и никак не шевелится, я таких мужиков терпеть не могу. В моем понимании мужчина, да, это добытчик. Мужчина это тот человек, которому должно быть, в принципе, в идеале приятно обеспечивать, да, свою жену, какие-то ее хотелочки, какие-то ее потребности, своих детей. Когда его благодарят, когда ему говорят спасибо, блин, ты у меня лучший и тому подобное. Но здесь мужик, который просто сидит с сиднем. Понятно, что Гульнас это не та женщина, которая будет подталкивать, мотивировать, поддерживать, да, там как-то быть опорой, да, какой-то вот именно поддержкой дружественной. Это не та категория женщин, но факт остается фактом. Тем более, когда она 100% хозяйка, да, дома хозяйка, которая именно создает тебе уют, там и тому подобное. А ты типа кормилец. Нужно же что-то делать, а не сидеть сиднем. Второе, что я хочу сказать, да, вот как их месяц, и они до сих пор продолжают молчать. Меня это, ребята, поражает. Тут мне уже, да, не спасает вот этот момент, не трожь говно, оно вонять не будет. Потому что тут элементарный животный этика страх. То есть, простите, когда-то вот так сидеть, сотрясать на стриме воздух, за оскорбление, кричать, да блин, были бы вы здесь рядом, я бы вам морду и харю начистил. И там и близко не было таких оскорблений, даже десятой части того, что вылил на них севка. Так вот, кому-то он, походу, готов был быть, да, мужиком, а не мудаком. И вот реально сотрясать этот воздух, там в табло дать, как он там кричал, в торец, фейс начистить и тому подобное. А здесь, по факту, он предпочитает быть мудаком. Это элементарный страх. Это элементарное нежелание защитить, да, свою женщину и защитить своих детей, защитить просто от натругательств, вот таких вот, да, психологических, от вот этих оскорблений, от вот этого унижения. И опять-таки, да, это ему фортануло, что он имеет такую жену, как Гульнас, которая вот эта, как вам объяснить, безропотность ее устраивает. У нее, то есть, я думаю, наверное, внутри нее она даже не понимает, что такое, да, вот свое я. И когда это я, да, вот в тебе взбунтовалось, ее, походу, все это устраивает. Но насколько было бы, да, даже ей вот так вот, блин, какой у меня муж, мужчина, да, а не мудак, который бы за меня заступился и поставил на место своего брата. Так, получается, двойные стандарты. То есть, кому-то можно и фейс начисти, да, и ставить на место, материться, орать, а собственного брата, как всегда, нужно в жопу поцеловать. Ну, это опять-таки, вот, к Эдику много вопросов. Но на фоне севки он однозначно выглядит достойнее. Опять-таки, следующий момент, что, конечно же, севка его сделал, что он ничего бы абсолютно не стоил без севки. Ребята, я видела каналы, которые имеют там 500-700 миллион подписчиков, и при этом ничтожно маленькие просмотры. То есть, можно нахайпожориться на любых блогерах, можно бегать там каналы-миллионники, заявить о себе, писать комментарии, делать подарки этим блогерам, получать от них взамен рекламу, проплачивать эту рекламу. Но не факт, что ты получишь своего зрителя. То есть, на самом деле, на Ютубе подписчики не все. Ничто, да, почему? Потому что за количество подписок Ютуб не платит. Это просто люди, да, твои зрители на тебя подписываются, чтобы тебя не потерять. Ютуб монетизирует только твои просмотры. Особенно, если люди еще переходят по ссылочкам этой рекламы, да, и что-то заказывают, там покупают, там идет как бы дополнительный бонус вознаграждения. То есть, Ютуб платит именно за это. И опять-таки, Ютуб ранжирует те каналы, там, где просмотры реально существуют. То есть, они понимают Ютуб, да, алгоритмы Ютуба, что если этот канал интересен собственным зрителям, значит, его нужно ранжировать, рекламировать и предлагать другой аудитории. Но если канал видит, что у тебя канал, там, например, Ютуб, вернее, видит, что у тебя канал полумиллионика, у тебя 2, 3, 5 тысяч просмотров, он в жизни тебя не будет ранжировать. То есть, он будет понимать, что это умирающий канал, который не интересен даже собственной такой большой аудитории. Именно на этом держатся все вот эти принципы алгоритмов работы Ютуба. И, исходя из этого, да, Севка помог. Севка однозначно его продвинул, то есть, Эдик вылез на фамилии. Но, ребята, он вылез именно на сравнении, да, на разнице между Самвелом. Он заработал свою аудиторию честно. Он удержал своего зрителя точно так же честно. И это уже абсолютно не заслуга Самвела. Это его уже личная заслуга как блогера, его, его семьи, что его смотрят. А Севке даже это не дает покоя. И он пытается, конечно, одеяло перетянуть на себя. А дальше были разговоры по поводу того, что типа Севка нечестно зарабатывает, бабло. Эдик зарабатывает его честно, мол, как тебе не стыдно. Я скажу, ребята, следующее. Все деньги на Ютубе зарабатываются абсолютно одинаково. То есть, абсолютно все, да, на равных условиях. Если, конечно, ты не открываешь донаты, не там сидишь с протянутой рукой, не попрошайничаешь, не выдумываешь какие-то несуществующие сборы, басни Крылова, не пытаешься разжалобить людей, не тюхаешь, да, какую-то непроверенную рекламу, тогда это одинаково честно заработанные деньги. Другой вопрос, разница в контенте. Эдик все-таки, я думаю, за счет того, что семьянин, какие-то у него такие вот жизненные стереотипы, ценности, он бы никогда не опустился до той грязи, уж тем более, чтобы в эту грязь замесить собственную мать и на этом заработать, в отличие от Севки. Вот в этом и вся разница между их заработками. Если с этой стороны смотреть, то да, как бы Севка не совсем честно зарабатывает свое бабло. Такой еще момент, когда Севка дал добро обзорщикам на него снимать, типа умилился, что это делают украиночки девочки, да, типа зарабатывают бабло, типа дай бог мне здоровья, они и дальше будут себе шоколадки покупать, ну в таком русле. А прилетел ему комментарий по поводу того, что а ты бы смог опуститься до того, чтобы вот таким способом зарабатывать деньги. Ребята, мне стало настолько смешно, вот вы просто представьте, насколько нужно быть двинутой. Повторюсь, да, обратите внимание, есть много разных обзорщиков, на многих разных блогеров, абсолютно разных, но покажите мне обзорщика, который, например, будет снимать хорошие обзоры. Это действительно неинтересно, это действительно не востребовано, но люди один раз могут послушать, да, хорошая семья, пойти ради интереса посмотреть, может быть остаться на предполагаемом, предлагаемом, вернее, канале, и на этом до свидания. Естественно, обзорщики держатся именно на фриках, не будет фриков, не будет обзорщиков, и это стопроцентный факт. И поэтому, опять-таки, когда женщина говорит о том, что ты бы смог так опуститься, вот какая-то подмена понятий у человека в голове стопроцентная. То есть опуститься до того, чтобы снимать такой контент, можно, но говорить об этом и обсуждать это, высказывая свою точку зрения, категорически запрещается, то есть это ты опустился. А снимать то, что снимает Севка, это, конечно, очень достойно, особенно для деятеля культуры. Ну и, конечно, вот это перемывание костей, да, Севкаш, конечно, ни разу не смотрит Эдика, ни разу не смотрит армянскую семью, вот эту большую, там, не знаю, по именам, ребята, извиняйте, но в курсе, кто что готовит. Что готовит, какой шашлык, где что мыли, как подавали, сколько овощей на гриле, там, или на мангале приготовили. Это он все в курсе. Я верю, что он ни разу не интересуется жизнью Эдика. Ну и, главное, ребята, обида дня, что дебильные сучки трындят в комментариях, в его рецептах. Оказывается, он круто готовит. Ну, ребята, не знаю, как бы я бы не пробовала однозначно, мало того, видя, с какой энергетикой это готовится, с какими психами, истериками, применениями гидозепамов, да, матом и всем, но у меня были такие блюда. Все, что мне хочется, я могу приготовить себе сама. Поэтому я бы однозначно не ела. Но если вы посмели критиковать его, сразу дебильные сучки. Если сказали, что тушеная капуста вместе с уткой не является коронным блюдом вашего стола, значит, вам не по карману купить эту утку. И только на картинке вы ее видели. Ну, вот действительно, ребята, что с этим человеком не так? Ну и дальше Севка начал возмущаться, что же делают его зрители и почему они живут не своей жизнью, а живут жизнью армянских всех родственников и его в том числе Севка полегче на поворотах. Потому что, если люди перестанут тратить на тебя свои 20-30 минут жизни в день на вот твое фрик-шоу, на чем ты будешь зарабатывать? Да вы с мамой реально по миру пойдете. Ну и, конечно, самое больное место, самое уязвимое место Самвела это его внешность. Опять-таки, ребята, вот эта зацикленность на внешности тоже удивляет. Это сколько у человека комплексов, который не может себя принять таким, какой он есть. то есть ему постоянно необходимо менять ракурс, подбирать одежду, чтобы он маломайский, да, был в себе уверен. Хотя бы таким образом. И поэтому, если вы сказали, что Самвел не причесан или как-то не так выглядит, однозначно отправляетесь в бан. То есть, на маму грязь можно лить, на всех там друзей, знакомых грязь можно лить, это пусть присутствует. Но только стоит затронуть его внешность и все до свидос. Ну и, конечно, весь стрим проходил под гидазепамом, который требовательно настоял ему предоставить. Севка Коки тут же выполнил и притащил гидазепам. Ну и, конечно, понеслось, да, какой же он красивый, какой он идеальный, как он хорошо выглядит. Ну, в общем, ребята, вот это самолюбование выглядит действительно противно. Севка, запомни. Когда человек хорошо выглядит, ему сами люди об этом скажут. Ему не нужно самоутверждаться и убеждать себя в этом. Ну и, конечно, понеслось, слава богу, что я не женат. Сколько же дур кругом. Севка, ну и мужиков, мудаков тоже рядом много. Поэтому то, что ты не женат, это не слава богу. Это как бы, мне кажется, что больше все-таки его боль, о которой он проговаривает. С мужчинами ему легче, чем с женщинами на самом деле. Потому что я думаю, что женщины достаточно боли ему в этой жизни принесли. Ну и, опять-таки, на этом же стриме, ребята, обнаружилась и Надя. Севка рассуждал про карантин, а Надя, конечно, о своем. Может ли она приехать? Но Севка ей сказал, оставайся где сидишь, потому что у тебя тоже карантин. Вы знаете, ребята, вот думаешь, даже если ты в шутку написала, это какой? Надо быть полоумной, чтобы додуматься до такой шутки. Тебя уже пинками под зад выпроваживали, а ты уже просишься обратно. Ну и дальше, ребята, уже начался просто какой-то детский сад с вот этими звонками. Вы знаете, я хочу сказать следующее. Я даже не стала слушать эту грязь. Я прослушала три минуты и просто выключила этот стрим. Но это разговаривали два убогих, два убогих примитива, которые я могу тоже, у меня может иногда выскользнуть, да, вот крепкое словцо, вот не могу себя сдержать или подменить слово, да, вот думаю, мат в этот момент просто передаст все мои эмоции. Но то, что я слышала от женщины и то, что я слышала в ответ от полуумного мужика, мне кажется, они даже друг друга не слышали. Они просто орали. Два безумца. Два безумца с разных сторон. И вот действительно неадекваты. Если бы они могли, они бы, наверное, глотки друг другу в этот момент поперегрызали. И вот думаешь, хорошо, что они встретились на пути друг друга. Им надо почаще созваниваться и всю свою боль друг другу проговаривать, потому что это просто неадекваты. Это волна каких-то оскорблений. То есть, когда тебе нечего сказать, ты переходишь, да, на вот этот мат и унижение кого-то. Ну, два вот убогих дебилоида. Ну, вот это, в принципе, все, что, ребята, пока я хотела сказать. Конечно же, продолжение следует. Ну, а я пока со всеми прощаюсь. До новых встреч!